всем привет сейчас рассмотрим как работать с гитхабом в android studio напоминаю чтобы работать с гитом вам нужно в компьютер предварительно установить платформу гитхаб вот по этой ссылочке итак давайте скачаем в android studio значит программку какую-нибудь вот эту значит если вы хотите скачать свою программку то это лучше всего делать через android studio подключиться к репозиторию чтобы можно потом было туда же репозитория залить изменения если вы например студенты хотите взять мой пример чтобы его поменять и потом залить себе то вы должны вот так будете скачать скачать как zip после этого его распаковать менять и заливать как заливать сейчас покажу а если же это ваша программа вот как в данном случае я ее разработчик да например то я делаю вот как адрес скопировал и вот тут получить вот при начальной заставке android studio из репозитории вот тут видео уже предлагает выбрать так сейчас вот сюда вот тут указывал полностью адрес в новых версиях тут предусмотрена еще вот такая вот возможность что он как бы знает какие есть репозитории просто не полностью путь а вот так имя только писать можно вообще вот этот самый лучший способ я думаю так полностью вот этот путь сюда прописать и он вот сюда сейчас будет это клонировать так он говорит что уже этот проект существует поэтому вот так сделаем чтобы каталог новый был не совпал сейчас вот загружаются с гитхаба все эти данные он говорит открыть теперь открыть локальная папка называется чуть по-другому но это ничего страшного при обновлении при обновлении моих изменений в гитхабе имя репозитория там не поменяется так ну в принципе вот теперь я могу работать если сейчас что-то поменяю здесь вот например вот так да и назад вернусь чтобы это изменение сымитировать так вот значит мы тут что-то поменяли и теперь надо вот сюда нажать смотреть принять изменения и вот тут теперь вот говорит что вот это все поменялось говорит что он нашел файлы которых не было в репозитории если он вам нужен включайте ну этот файл постоянно меняется он не нужен в принципе вот это он обновил сейчас сам автоматически а тут вы пишете что нового там у вас включилась и вот тут не вот это оставляете значение коммит и пуш и вот сейчас это все обновится у меня реально после этой кнопки в гитхабе настоящем но я нажимать не буду не хочу его пока обновлять что я ничего особого не сделал и вот это все там будет новое вы должны будете нажать и у вас это обновиться давайте мы сейчас рассмотрим как с нуля сделать программу и обновить это пока все закроем давайте новый проект сделаем его впервые туда зальем так сейчас дождемся пока этот проект загрузится так этот вот загрузился проект тестовый его даже запускать не будем сейчас мы его зальем в гитхаб так для этого заходим сюда вот расшарить проект на гитхаб так вот тут имя репозитория который там будет там пробелы нельзя поэтому вот так например сделаем и это скрытый будет только для нас или для всех оставляем такой для всех пишем комментарии и делаем расшарить вот сейчас это комментарий первоначальный комментарий теперь не к репозиторию как вот это первому изменению там данных он добавляет сейчас файл в гитхаб и сейчас он его публикует на сайте гитхаба вот он говорит все готово можно посмотреть даже в данном случае значит если мы хотим добавить какое-то описание или картинки здесь тоже это делать нельзя через сайт мы должны все это делать в нашем нашей программе в каталоге нашей программе то есть нужно сейчас покажу вот наш программа вот сюда ну скидывать файл с комментариями там рядми какие-то картинки и так далее и потом когда у нас будут какие-то изменения вот они подхватятся при новой публикации в гитхабе новая публикация вот так будет делаться у нас вот например новый да текст вот так нажимаем тут пишем update например и тут выбираем commit и push сразу и вот сейчас видите это первоначально было сейчас посмотрим сейчас будет push нажать push и сейчас изменения идут на сайт вот посмотрим обновим вот видите обновление 12 секунд было тут видно какой файл обновился вот он вот этот файлик тут обновился вот таким образом это происходит на этом все всем пока